Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1171. События дня. Псалом 118, 51. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. Вот объявление. Сестра умерла, дети четверо остались и решили тут оказать помощь люди. Но показали все ролики, как ее хоронят. Тут обмана никакого нету. В это время были в деревне, они составили вот такое вот объявление. Просчитайте, затормозите. Рахиль, мир вам отец Игнатий. Смотрю ролик по номер 18. Там пацан 15-летний, глупец. Вы свою энергию на него тратите. Зачем? Узнали возраст и сразу прощайтесь. Вот такой ответ. Ну как я могу знать? А мы в этом возрасте-то может как раз и заложить в него что-то, он еще не знает. Как это? 15 лет. Аркадий Гайдар в 16 лет полки в атаку водил. Наталья Черно. Возможно ли? Такой сайт. Ни контактов нет, ни адресов, ни телефонов. Только, наверное, программисты как-то смогут найти хоть кого-то. Это про рулетку говорит. Даже не нашла куда бы заявление отправить. А за вас молюсь. Как сложно в этом чате. Какая холодная публика. Только ради нескольких душ. Игра стоит свеч. Да поможет вам Бог. Видите как? Разный ответ. Вот Дмитрий. Борис. Это Олег Маленко. Какого-то священника там Борис поставил. Уже давно запрещенный и лишенный саносвященник. Я смотрел его ролики. Игнат Тихонович неоднократно говорил о нем. Он глубоко погрязший еретик. В 80% своих проповедях Олег Маленко говорит согласно Слову Божию. Но в оставшихся 20% чудовищная крамала, ядовитая ересь. Есть проповедь, где все верное о крещении в том числе. Крещение, окропление, мощением он открыто не признает. Но когда он учит о втором пришествии Иоанна Богослова, о новых 153 апостолах, то на память переходят слова апостола Павла Галатом 1.8. Кто будет говорить не то, что мы. Даже ангелы. Да, будет анафема. Наталья Чернова. Мир вам Игнат Тихонович. Подскажите, пожалуйста, о каком вашем томе можно побольше узнать о свидетелях Иегову. Сегодня попались мне два дамя. От них, а я очень слаба еще, чтобы с ними говорить. Зашла на сайт ваш папки ереси и секты, там больше про баптистов говорится. Может, вы можете все свои тома вкратце перечислить. Например, четвертый том, мусульманцы, Коран, еще такой-то том. Ну, это как раз 18-й, не 4-й том. 11-й, старобряться. Для высшего ориентирования. Если это сложно, то только про свидетелей скиньте номер Тома. Спаси Христос. Отдельно нет. Отдельно нет. Если я говорю о них, о свидетелях Иеговы, то я могу даже показать конкретно. Сейчас заторможусь попутно сразу. Тут у меня заказчика идет. Где мне тут найти? Вот быстрый ответ. Папка, ответ. Так, Иегова. Так. Иегова. Вот так. Иеговистам. Вот так. Пожалуйста. Деяние 13.2. Когда они ослужили Господу и постились, Дух Святой сказала, делите мне в Раву и Саву. Деяние, и пойди к ним. Идеяние 21.11. Идеяние 28.28. Вот это небольшое им наставление. Так, дальше. Иеговистам, что он Христос. Вот так. В этих вопросах вылез сам сатана через них, так называемых, лютых еретиков, свидетелей Иеговы, в кавычках, которым правильные наимования лжесвидетели под прикрытием имени Иеговы и лжеучения которых ваша душа, похоже, крепко и надолго увязла. У вас видна уже их проклятая настырность и тупая въедливость, нахальство и лживость беспредельная. Выход теперь для вас всего лишь один единственный. Считать молитву, отрекаясь от сатаны всех дел его, всей гордыни его, всех ангелов его, и прийти в святую православную церковь, исповедоваться перед законным священнослужителем, Божьим священником, что так глупо вляпались в бесовскую ересь, в погибельную секту антихриста. Иного пути для лукавнующих нет. Ибо вам я уже дал материал, где написано, где все растолковано, и все ваши хитросплетения, вот о чем пишет, лживые растолкования на основании Святой Библии. Но дьявол вас туда не пускает ни под каким видом. Такова инструкция ваших слепых вождей и руководителей. Видимо, вы уже похулили Духа Святого, Бога истинного. И потому нет у вас веры во Святую Троицу. И скрыл дьявол для вас пропасть адскую. Христос есть Бог, они не признают. И вместо Святой Библии враг душ человеческих подсунул вам свою еретическую книгу «Новый всемирный перевод». Ну, дальше читайте. Римлян 9.5. «Их и отцы, от них и Христос по плоти сущий над всем Бог». Бог, благословенный во веки. Аминь. 1 Иоанн 1.1. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Дальше. 1 Иоанн 5.7. «Ибо три свидетельствует на небе Отец, Слово и Святой Дух. И сие три суть едина». Они убрали этот стих совсем. 1 Тимофея 3.16. «И беспрекословно великое благочестие тайно. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Вам это не по глазам, что Иисус есть Бог истинный». Ну, вот это показал. Все на этом. Считаю, что больше. А что еще можно им сказать? Вот так. Ну, найдем. Андрей, добрый день, Игнатий Тихонович. Меня зовут Андрей Герман, 24 года. Когда-то увидел ваш канал на Ютубе, и мне стало интересно, о чем он. Мне нравятся ваши ролики на вашем канале, где вы рассуждаете о жизни, о Боге, правильной православной жизни. Я со многим с вами согласен, но признаю, что я не идеален в этой жизни. Во многом меня это интересует. Только во всем. А это маленькое несогласие есть, и уйтонешь все равно. Мне бы хотелось вас попросить, не могли бы вы, пожалуйста, снять подробный ролик о Великом Посте и выставить на ваш канал. Хотелось бы узнать, как правильно поститься, в какие дни, какую пищу нужно употреблять. Андрей. Ну, у нас это есть все. К истинному православию, там, о Посте я скинул. В интернете информации много по этому поводу. Но сложно понять и разобрать, а что к чему. Пожалуйста, если вас не затруднит, снимите, пожалуйста, ролик для вашего канала. Я думаю, многим это будет интересно. Спасибо за ту возможность, что я смог вам описать. Дальше пишет. Скажите, пожалуйста, какие молитвы необходимо считать каждый день? Мне хочется стать ближе к Богу. Ну, это все вы можете узнать. Вот если вы зайдете вот так, допустим, на наш сайт «Восвете Библии». Православный библейский сайт. Так, смотрите. «Восвете Библии». Дальше сайт. Три слова. Все, вы уже зашли. И вот здесь вот «К истинному православию» сразу книга. Вот я ее нажал. Ну, сейчас у меня заказчика идет, поэтому оно так тормозит. Страница недоступна. Зря. А что же недоступна-то? У меня охота шла. Вот она. «К истинному православию» – это у меня книга моя. «О Слово Божие», «Священное Писание», «О молитве», «О покаянии», «О церковной дисциплине», «К истинному крещению», «О исповеди», «О священности», «О посте». Страница 120. «О милостыне». Ну, видите, как конкретно. Что? «О молитве» – это страница 12. Тут все по порядку. Слово Божие, молитвы, покаяния. И дальше вот «Олпавит». Можете просчитать. Можно просчитать. Вот «К истинному православию». Вот так. Теперь я назад ухожу. Вот так. Во свете Библии. А моя биография – все здесь. Для Слова Божия нет уз. Вот здесь конкретно. Так что тут и о посте, и о молитве. Все вопросы есть. Владимир, мир вам, Игнат Тихонович. Могу ли я вас попросить? Я хочу отправить вам деньги по карточке. А вы на свое усмотрение что-то подарите Владимиру Пащенко. От чистого сердца. Позвольте мне сделать приятное ему. Ну, я ему сказал. Ну, вот есть карточка отсылает. Сколько только скажи. Потому что на карточке там другие деньги лежат еще. Он присылает две тысячи. Ну, вот Володя вернется. Надо снять и уже отдам. Ну, нисколько не надо. Я не нуждаюсь. Роман Половиков. «Нельзя бежать из церкви». Ролик поставил. «Дайте рецензию. Все ли верно?» Похоже, что сам и составил. Я пишу. «Такое впечатление, что будто бы вовсе и не вы это отобразили. А моя рука высветилась ей этой ночью. Такое прекрасное творение». А вот дальше заголовок. «Занесешь в митрополиту 5 миллионов, получишь хороший приход. Исповедь бывшего семинариста». Вот так я заторможу. Ну, а вы сами просчитайте. Тут долго считать. Ну, интересно. И вы верите этому? Верю на 100%. Потому что у меня знакомые, семинаристы, батюшки. Без денег никуда. Деньги, 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 деньги. А без серебряников разве нет среди них? Есть один только. Один. Один на все время. За все время патриархийного служения. Я знаю. Меня спорашивает один партиярея. Знаете ли, таких вот приезжает. Разорение. Привезет с собой свиту и каждому что-то дает. Я говорю, знаю. Что, в наше время живет? Да. А где он? Тюмень. Богоявленский собор. Курочкин. Евтихий, епископ. Викарный был у патриарха Кирилла Домодедовский. 5 лет. Он у нас был 13 лет епископом. Евтихий. У него даже носков нету. Никогда ничего не просит и не требует. Вот так. Ну, это вот как семинаристы. Тут все о деньгах. Армия Христа. Чем они занимались. Ну, как вот бывает. Солдат. Возьмут стройбат. А строят там дачу генералу. Вот теперь дальше. Деньги в церкви. Бизнес по вере. Абсолютно все правильно. Ну, вот дальше. Вот так. Московский монастырь, где я одно время подвязался, платил налог в московскую патриархию 5-10 миллионов в месяц. На Урале, где я живу, доходы скромнее. Москве отдают полмиллиона или один миллион рублей каждый месяц с храма. Ясно дело, что они тут все покупают. Вот за столом у них сидят, ломятся. Вот там посторонние какие-то люди. Защит много. Вот так. Когда дело шло к моему рукоположению и выбору прихода. Мне один священник сказал, если занесешь 5 миллионов в метрополит, то получишь хороший приход, в котором вернешь деньги уже в первый год. Я растерялся. У меня нет таких средств. Квартиру, что ли, продавать-то? Продавай. Ответили мне. Все вернешь, не бойся. На такое я, конечно, не решился. Хотя со временем понял, что бизнесы в самом деле гарантированы. Ну и дальше тут что делается? Четыре руки. Например, пять голов Иоанна Крестителя, четыре руки апостола Андрея. А какие из них подлинные, не уточняются. Ну и дальше, как они живут, фотографии. Вот. Поезд Богородицы привозили. Я говорю, все, фальшь, подделка греки. Один день получил 15 тысяч рублей. Но это еще, владыка Никон сказал, деньги – это кровь церкви. Ну, не традиционное лобби. Это понятно, о чем. Вот просто просчитать я оставлю. Просчитайте Андрея. Как пристают к ним и дальше. Ну, садомиты. И туда лезьте, к ним – это вообще. Суд Божий и светский. Вот так. Вот рукополагает монах. В России около 50 семинарий, где обучается порядка 18 тысяч студентов. 50 и 18. Ну, данные все-таки какие-то. 50, запомним, семинарий. И 18 тысяч студентов. Вот это все. Мужского пола от 18 до 35 лет. Вот так. Какие? В будущем семинарии должен быть холост, либо женат первым браком. Ну, и тут дальше фотографию Андрея Кураева. Арахиль. Батюшка, дело в том, что случилась беда. Меня зовут Спартак. Ну, я что-то сон не знаю. И вот один просит в Ростове-на-Дону, на вокзале. И Алексей передать мне велели. Вот. Я не могу ничем помочь. А он говорит, это попросил перестать вам Алексея Матюшин. Почему он? Я отвечаю. Сколько знаю, все такие вокзальные, суть отчаянно, обманщики. Один даже ко мне домой зашел. Накормил его и отправил на вокзал. Гусаянов Рустик. Игнат Тихонович, мир вам. А у вас есть в формате молитвы, которыми вы молитесь? Могли бы выслать или можно их на вашем сайте скачать? Ну, вот так вот. Это вот событие прошедшего дня, субботы. Приехал отец Аким. Тут было никого нету. Я один дозвониться не мог. И пришлось с сараев скидывать снег толстым слоем. Ну, слой снега где-то сантиметров сорок. Сорок. Вот у меня по три. Я... Шшш. Сколько у нас? Пять сараев. Там разные вещи. И со всех пятерей пришлось одному все скидывать. Себе таскать снег. И по милости Божьей даже нужды нет. А потом поелез на притвор храма. Туда скатилась с крыши груда снега. Володя многое выкидывал. Ну, до половины откидал. А потом Коряковцев Михаил Петрович пришел. И остатки закончил. В вечернее богослужение. Батюшка зашел. Кое-что тут поговорили, посмотрели. Я настаиваю, чтобы скорее там прокапывали трошей от снега. Воду пропустили. Иначе прорвет пруды. Некому работать. Ну, как некому? Вот некому мне. Я говорю, сижу, стою на крыше. Ну, некому. Некому. Я старший самый. 80 лет без малого. Несколько нескольких месяцев. Ничего. Наоборот, свежий воздух. Все замечательно. А то некому. Тот болеет. Тот болеет. Что такое? В деревне болеет. Чем он болеет? Да разогнуть себя не может. Ну, разогни, лопату возьми, разогнись. Оприз на нее. В другой тоже плохо ходит. Много сидит в фильме, смотрит. Там неверующий живет один. Совершенный человек неверующий. Ни разу в храм даже не зашел. А сам безотказный, хороший. Ну, вот. И день прошел. События дня. События дня.